Не мобила, конечно, дело хорошее и, естественно, с большим удовольствием оно убивает наше всё свободное время. И, естественно, нам нравится сесть, посмотреть какой-то видеоролик на ютубе, или просто скачать фильмец, или просто посмотреть на каком-то сайте. Ну вот гадина-погадина, оно не рассчитано, чтобы стоять на столе, когда мы хочем смотреть. Мы будем использовать для поставки самые простые предметы, которые можно найти дома. Проволочка обыкновенная, пластик от любой упаковки, от коробочки, даже от бутылки пойдёт, или картон. Обыкновенные возьмём разные, чтобы уже каждый мог сделать. Итак, вырезаем обыкновенный прямоугольчик пластика, и можно взять из обыкновенной бутылки, как я говорю, или из любой упаковочки, ну пластика, естественно, нас полно. Если нет, то можно взять пластиковую карточку, старую любую, без разницы, нам всё сюда подходит. И чё, мы складываем вдвое, чтобы оно так ровненько сложилось. Теперь мы берём ножнички и начинаем с этого угла вот таким наклоном резать. Каким наклоном сказать? Это совершенно без разницы. Плавненьким, лёгеньким, лёгеньким и чуть-чуть сюда. Доходим, ну, где-то не до самого конца, делаем маленький с этой стороны, как бы похожий клык. Это будет упор на взгляд телефона, и вырезаем до конца. И всё. В принципе, наша уже заготовочка готова полностью. Делаем более глубокое углубление, чтобы туда нормально стал телефон. Зачищаем, если там заусеницы остались, ещё какая-то пакет, естественно, можно всё зачистить. Ставим телефон, вуаля, буквально за несколько секунд наша поставочка готова и уже полностью функциональна. Для того, чтобы была более удобной она, можно, более стойкой вернее, мы обязательно пластик обож... нужно оплавить со всех сторон. Легосника проводим. Зажигалка, она плавится и готова. Теперь всё лишнее, к чёртой матери, можно обрезать. Если вы хотите, чтобы поставочка была маленькой, удобно было вносить в кармане, соответственно, должна быть ширина нашего телефона. Итак, обрезали всё лишнее, обжигаем опять все углы, складываем, всё, вуаля, нашли фончик. Посмотрите, как он шикарно стоит на столе без вибраций. Можно его вертеть, крутить, да что угодно делаем. Нажимаем кнопочку и смотрим любое уже готовое видео с большим удовольствием. Можно под разным наклоном чуть-чуть сдвинуть, оно нормально будет стоять. Всё, пучком. Теперь что делать? Будем делать из обыкновенного картона. Мне картон скучный, но я буду брать коробку из-под молока. Копчу, а потому что она гадина блестит. Я тащусь, когда что-то блестит. Итак, складываем пополам. Вот здесь, где, кстати, с задней стороны держу. Шикарно, придаст стабильность. Итак, теперь вырезаем. Теперь будем складывать картон пополам. И что мы будем делать? Опять же, сам мы рисуем обыкновенную стандартную модель. Зачем париться? Можно складные, раздвижные, какие-то мудрёные. Вот нафига, но сдался он не складный. Мы будем делать простенький. Так, нарисовали простенькую модель, отрезаем лишнее. И теперь будем вырезать вот сюда. Сначала, так как у нас картон довольно жёсткий и крепкий, мы вырезаем сначала одну сторону аккуратненько. Теперь складываем и вырезаем. Мы уже видим, как вы видите по контуру, в другую сторону. Не спеша, чтобы было всё нормально. Хорошо, идём сюда, сюда, сюда. Так мы вырезали. Для того, чтобы придать большую стабильность нашему картону, который, кстати, почему-то разладится, будем использовать степли обыкновенные, канцелярские, которые у каждого дома есть. Или там на работе можно сделать. Так, здесь, здесь, здесь. Теперь сюда, над уклоном. И с этой стороны одну. Всё, господа. Она уже готова. Она блестит. Да, она красивая. Она с металлической структурой. Она практически вешанная. И делается, опять же, несколько секунд. Всё нормально стоит. Или то, или то. Можно складывать, можно наносить в кармане. А у нас, посмотрите, совсем мастенько. И за секундку раскладывается обратно. Можно наносить его сложить, запихнуть в карман. Краница, если нам поменялось, к чёртовой матери, выбросить и сделать новую. Что же будем делать дальше? У нас миллиметровая проволочка. Сделаем мудрёную конструкцию для того, чтобы телефончик стал под разными углами. Почему бы себе не попарить мозги? Сделать что-нибудь посложнее. Потом сделать, опять же, самую простую, самую мою любимую модель. Ну, после этого, сначала. Итак, складываем проволочку вдвое. И будем теперь и складывать вместе. Как видите, придерживаем паскогубцами и складываем пополам. Теперь мы снизу взяли длину нашей поставочки. Идём чуть-чуть вверх и загибаем всё вниз. Это у нас будет последний упор. Можно сделать ровненько. Но мне не нравится ровненько. Сделаем с большим наклоном. И идём до самого упора, аж сюда. Дальше, естественно, используем каждую фантазию. Можно сделать зёбрышко, можно сделать волнистый, можно сделать до чего угодно. Всё зависит от вашей фантазии. Я захотел сделать вот такую. Ну, а почему бы нет? Туда-сюда, а обратно мы её запихаем внутрь. И обратно выравниваем. Чуть-чуть, держу, пряменько. Обратно чуть-чуть туда-сюда запихаем. И самое здесь важное. Работать нужно одновременно с двумя проволочками для того, чтобы два оттиска получились практически идентичные. Если будет лёгкое отклонение, ничего страшного. И, естественно, довольно плотная проволока. Миллиметровка сюда нормально подходит. Лучше не надо. Так, идём сюда. Обратно. Почему бы и третье нам деление не сделать? Аж сюда. Обратно запихаем. И будем обратно сейчас их выворачивать. Всё хорошо получилось. Нормально. Выворачиваем в обратную сторону. Ну, и думаю, уже можно и начинать подъём. Поднимаем резкий подъём сюда. Где-то пускай будет, ну, до этих пор. Пускай можно вывел и короче сделать. Ну, пускай будет сюда. Здесь не нужна разметка. Здесь не нужно сантиметр. Ну, как получится, оно всё равно будет стоять. Но оно не может, блин, не стоять. Так, идём сюда. Теперь можно отрезать. И расъедить наши, вот там, получаете две запчасти. Легко и просто. Правильно? Можно теперь делать, выравнивать кожную запчасть. Отдельно для того, чтобы она была плосенькая. Кое-где там она не доравнялась. Выравниваем все углы красиво. Так, следующий этап. Очень простенький. Нам потребуется простенькая коктейльная трубочка. Что мы делаем? Так, отмеряем сколько нам нужно. Она будет сюда входить, с этой стороны. Так, вот здесь. До этих пор. Хорошо. Отрезаем. Сейчас чуть-чуть придавить нужно с этой стороны. Именно верхняя основная должна быть кругленькая. Вот так, плосненькая, нормально. Отрезаем кусочек нашей трубочки. Это у нас будет как бы шарнир, на котором будет раскрываться, закрываться наша подставочка. Хорошо. Идем сюда. Теперь лишнюю проволочку нам к чертой матери можно и будет и обрезать. Но сначала почему? Пока хорошая все-таки у нас опора. Можно и было бы загнуть. Ну, можно и отрезать. Это без разницы. Так, эту сторону мы загибаем во внешнюю сторону. Для того, чтобы на столе стояла лучше опора. Это лучше делать сюда. Хорошо. Придержим. И теперь вокруг этих вот задних стеночек, которые идут с трубочкой, для того, чтобы оно его лучше прижало. Придержим и идем сюда. А сами упор в эту сторону. Тоже нормально. И делаем как бы виточек вокруг них. И зажимаем. Оно нормально все зажимается. Не обязательно в эту сторону. Это просто я сделал. Ну, естественно, желательно делать за обеих сторон одинаково. Теперь сами хвостики поднимаем вверх. И вся наша структура полностью уже будет держаться никуда. Оно не вылезет, не высунется. И всегда будет нормально стоять. Естественно, до тех пор, пока трубочка не разорвется. Если разорвется трубочка, ничего страшного. Можно сделать металлическое кольцо. Накрутить изнутри. Как бы, ну, как тетрадки с этой пружинкой. И то же самое будет. Без проблем. Будет нормально. Открывается, закрывается. Все нормально стоит. И прикольно смотрится вообще. Ни у кого такой фиги тени, ну, точно нету. Можно сделать более футуристический. Кому что больше нравится. Я сделал какой-то фиги тень. Пойдет нормально. Телефон на этой штуке будет стоять? Ну, естественно. Ну, а куда он, блин, денется? Кто его спрашивает? Поставили. Стоит под таким наклоном. И так можно поставить. Да, как угодно. Теперь, ну, что. Сделаем самую простенькую конструкцию из проволочек. Ну, вообще, каждый может. Ну, вообще нереально его сделать. Так. Хвостики загибаем. Как видите, для того, чтобы не поцарапало наше, естественно, устройство. Теперь складываем проволочку пополам. Аккуратненько, чтобы она вырвана. Сложили сюда. Теперь более аккуратно туда загибаем, чтобы все хорошо. Все. Вырвана. Теперь где-то на ширину нашего телефона. Можно померить, какая она приблизительно ширина. И будем складывать нашу проволочку вот в эту сторону. Нормально? Так. Нормально. Да, нормально. И второй раз складываем в обратную сторону. Все. В принципе, это будет наша конструкция. Как видите, сложили. Поставка готова. Вы не поверите. Достаточно лишь чуть-чуть сжать ножки. Это для разного наклона. Чуть-чуть раздвинуть. Он будет нормально держаться. Чуть-чуть можно поджать ближе заднюю стеночку. Как видите, чуть-чуть поджать. Оно более стоит вертикально практически. Как видите, уже экифон буквально вертикально стоит. Да как угодно. Можно разжать. Поставить уже по себе. Построить так, как вам больше нравится. Самая простая. Самая эффективная. Самая лучшая вот эта конструкция. Жалко, она не складывается. Это правда. Но для домашнего комфорта идеально. А вот эти вот. Вообще шикарно. Они складываются. Они легко делать. Буквально с любого мусора. Взял картонку. Сделал. Взял кусочек пластика. Из-под бутылки. До чего угодно. Тоже сделал. Шикарно. Сложил. Карман бросил. Разложил. Делал. Вот это более мудро. Ну а почему бы не сделать под себя что-нибудь интересное. Вот так, чтобы настояло. И да так угодно. У него все равно будет стоять. Кто его спрашивает, что она не будет стоять. Будет стоять. Так. Как видите, сделать поставочку по телефону можно из чего угодно. Не нужно выдумать. Не нужно из дерева. Сделайте что-нибудь простенькое. Оно по-любому найдет отлик в вашем сердце. Каждый себе найдет что-нибудь то, что ему больше нравится. Главное, простота и удобство. Ладно, ребят. Веселых поделок всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.